OBD2 код неисправности техническое описание, неисправность датчика температуры масла, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям с OBD2, имеющим датчик температуры моторного масла, Ford Powerstroke, Chevrolet GMS Duramax, VW, Nissan, Dodge, Jeep, Audi и т.д. Хотя общие, точные шаги ремонта могут варьироваться в зависимости от марки, модели. Датчик температуры моторного масла, IOT, выдает сигнал, который используется модулем управления трансмиссией, PSM, для расчета качества топлива, времени впрыска и работы свечи накаливания, сигнал IOT также сравнивается с другими датчиками температуры, такими как датчик температуры впускного воздуха IAT и датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя EST, для диагностических целей, датчики IOT часто используются в дизельных двигателях. Датчики IOT получают эталонное напряжение, обычно 5 вольт, от PSM, затем они изменяют свое внутреннее сопротивление по отношению к температуре моторного масла, Чтобы послать сигнал обратного напряжения в PSM, датчики IOT представляют собой тип термистора с отрицательным температурным коэффициентом NTS, это означает, что внутреннее сопротивление датчика обратно пропорционально температуре масла, напряжение сигнала датчика IOT падает, когда температура масла в двигателе повышается, и наоборот. Типичный датчик температуры моторного масла, код P0199 устанавливается, когда PSM обнаруживает периодическую проблему с сигналом датчика температуры моторного масла. К кодам неисправностей датчика температуры моторного масла относятся, неисправность датчика температуры моторного масла P0195, датчик температуры масла в двигателе P0196 диапазон, характеристики, низкий датчик температуры моторного масла P0197, высокий датчик температуры моторного масла P0198, серьезность кода и симптомы, серьезность этих кодов от средней до серьезной, в некоторых случаях эти коды, установленные вместе с кодами температуры охлаждающей жидкости, могут указывать на состояние перегрева двигателя, это хорошая идея, чтобы обратиться к этому коду как можно скорее. Симптомы кода двигателя P0199 могут включать подсветка Check Engine Light, причины, возможные причины для этого кода P0199 включают в себя, неисправен датчик температуры моторного масла, проблемы с системой охлаждения двигателя, проблемы с проводкой, неисправный ПКМ, диагностические и ремонтные процедуры, начните с визуального осмотра датчика температуры моторного масла и соответствующей проводки, ищите ослабленные соединения, поврежденную проводку и т.д. При обнаружении повреждения устраните неисправность, очистите код и посмотрите, вернется ли он. Затем проверьте бюллетени технического обслуживания, TSB по данной проблеме. Если ничего не найдено, вам нужно будет перейти к пошаговой диагностике системы ниже приведена обобщенная процедура, так как тестирование по этому коду варьируется в зависимости от транспортного средства, чтобы точно протестировать систему, вам нужно обратиться к диагностической схеме производства. Проверьте правильность работы системы охлаждения, убедитесь, что двигатель достигает и поддерживает надлежащую рабочую температуру, если двигатель перегревается или не прогревается в соответствии с конструкцией, существует проблема с системой охлаждения, которую следует устранить до проведения любых дальнейших испытаний. Коды DTS системы охлаждения, устанавливаемые вместе с DTS датчика температуры моторного масла, также указывают на потенциальную проблему с системой охлаждения. Проведите предварительное тестирование цепи, используйте диагностический прибор для контроля параметров данных датчика температуры масла в двигателе, отсоединить датчик IoT, значение диагностического прибора должно упасть до очень низкого значения, затем подключите перемычку к клеммам, если диагностический прибор теперь показывает очень высокую температуру, соединение исправны, и ESM может распознать ввод, это означает, что проблема больше всего похожа на датчик, а не на схему или на PSM. Проверьте датчик, отсоедините разъем датчика температуры моторного масла, затем измерьте сопротивление между двумя клеммами датчика с помощью цифрового мультиметра, настроенного на ОМ, запустите двигатель и посмотрите значение счетчика, значения должны плавно уменьшаться по мере прогрева двигателя, проверьте датчик температуры двигателя на приборной панели, чтобы убедиться, что двигатель достигает рабочей температуры, если температура двигателя увеличивается, но сопротивление IoT не уменьшается, датчик неисправен и должен быть заменен, примечание, большинство производителей имеют в своей сервисной информации графики сопротивления, температуры, чтобы помочь в процессе диагностики. Проверьте схему, проверьте сторону опорного напряжения цепи, при включении зажигания, использовать цифровой мультиметр в вольты, чтобы проверить для справки 5-вольтовый из PSM в одном из температурных датчиков масла клемм датчика 2 двигателя, если ни один опорный сигнал не присутствует, подключить множество метра до Ом при неработающем зажигании, между штифтом опорного напряжения на SRV и штифтом опорного напряжения на PSM, если показания счетчика выходят за пределы OL, между PSM и датчиком возникает разомкнутая цепь, которую необходимо найти и отремонтировать, если счетчик читает числовое значение, существует непрерывность. Если все хорошо до этого момента, вы хотите, чтобы проверить, что 5-ти вольт, выходящий из ПКМ на терминале опорного напряжения, если нет ссылки 5-ти вольтовой от PSM, RSM, вероятно, неисправен, проверьте сторону цепи заземления, подключите счетчик с сопротивлением, при выключенном зажигании, между клеммой заземления на датчике температуры моторного масла и клеммой заземления на RSM, если показания счетчика выходят за пределы OL, между PSM и датчиком возникает разомкнутая цепь, которую необходимо найти и отремонтировать, если счетчик читает числовое значение, существует непрерывность, наконец, убедитесь, что PSM имеет хорошее заземление, подключив один измерительный провод, к клемме заземления PSM, а другой, к заземлению шасси, еще раз, если счетчик считывает пределы OL, существует разрыв цепи между PSM и землей, который необходимо будет найти и отремонтировать.